МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Многие полагают, что Ноев ковчег – это продукт древнего народного творчества, миф. Но находится все больше и больше свидетельств тому, что к библейской истории о Ноевом ковчеге нельзя относиться так просто. Все большее число ученых считает, что существуют геологические доказательства, что всемирный потоп, описанный в книге Бытие, – реальный исторический факт. Несколько раз сообщалось об обнаруженных на снежной вершине горы Арарат в Турции в сооружениях, напоминающих корабль, что привлекло внимание всего мира к вопросу ковчега. И в связи с чем было снаряжено несколько экспедиций. Бесконечный ряд разочарований, которые испытали эти группы в попытках исследовать гору, послужили усилению интереса. Говорят, что если ковчег вдруг будет обнаружен на горе Арарат, это будет величайшим археологическим открытием всех времен и могучим аргументом даже для наиболее скептически настроенных в пользу того, что на Земле произошел всемирный потоп, поглотивший даже горы в соответствии с библейским описанием. Если на самом деле был всемирный потоп, и все мы происходим одное, странным может показаться то, что воспоминания о таком событии сохранились лишь у еврейского народа. Однако это не так. Обращение к грандиозному наводнению катаклизму можно найти в легендах и мифах народов и племен во всем мире. В действительности антропологами собрано 59 легенд о наводнении у аборигенов Северной Америки, 46 в Центральной и Южной Америке, 31 в Европе, 17 на Ближнем Востоке, 23 в Азии и 37 на островах Южных морей и в Австралии. Ни один из нас, сейчас живущих, не происходит от изначальной расы людей, полностью погибшей. Все мы, как бы много нас не было, всего лишь вторая раса, происходящая от Девкалиона. Та изначальная раса – это высокомерные гордецы, они не держали своего слова, не давали приюта странникам, были глухие к мольбам. Прошло много времени после Кумуху Нуа, первого человека. Земля погрязла в грехе, и богам перестали поклоняться. Один человек был праведным – Нуу. Во сне пред ним предстал бог Кронос и провозгласил, что 15 числа месяца Десиос все люди погибнут от наводнения. Девкалион со своими женами и детьми поместился внутри огромного сундука. Туда же пришли к нему кабаны и лошади, львы и змеи и все виды сухопутных животных. Он всех их вместил. Старик построил огромный корабль и погрузился на него со всей своей семьей и множеством животных. Нуу сделал огромное каноэ и дом на нем, куда он положил запасы пищи, взял растения и животных. Но до того, как начался потоп, бог предупредил человека по имени Нота и его жену Нену, сказав, «Выдолби огромный кипарис, и в нем ты попадешь в рот Татсоци. Волны будут до неба». Так они и сделали, и бог закрыл дверь. Разгневанный бог Мбенга тогда собрал темные тучи, и из них полились потоки воды на обреченную землю. Земля неожиданно открыла свои шлюзы, полил страшный ливень, реки вышли из берегов. Разлившиеся реки затопили равнины и унесли с собой высокие хлеба, могилы, стада, людей, дома, камни. Тела погибших плавали, как стволы деревьев. Множество их плавало в море, подобно рыбным икринкам. Города, холмы, горы медленно погрузились в воду. Теперь море нельзя отличить от суши. Теперь все стало океаном. Волк плывет рядом с овцой. Каждый день шел дождь. Каждую ночь шел дождь. Небо обрушилось, земли не было. Все животные утонули. Суши не стало. Заблудившаяся птица долго искала, где она могла бы сесть. Но крылья ее не выдерживают, и она падает в море. Бог переполнил мир водой. Спасся только Девкалион, так греки называли Ноя, который благодаря своей добродетели и благочестью был спасен, чтобы начать новую расу людей. Год спустя вода стала отступать. Затем задул резкий ветер и высушил землю. Он выпустил ворона, который сначала не вернулся, а остался клевать мертвые тела. Но затем прилетел, держа в клюве зеленую ветвь. Все спасшиеся, а их было восемь, приплыли к Мбенге. Хотя эти древние легенды зачастую переплетаются с мифами и содержат различные детали, они, однако, сходятся в трех основных моментах. Существовало судно для спасения. Произошло разрушительное наводнение. Род человеческий был спасен. Сегодня даже ученые, занимающиеся точными и естественными науками, перечитывают описание ковчега, чтобы выяснить, была ли эта история вероятной с учетом нашего сегодняшнего знания зоологии и нашего современного знания судостроения. Некоторые чрезвычайно интересные детали ковчега представлены в Библии. «И сказал Бог Ною, сделай себе ковчег из дерева гофи, отделение сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи, и сделай его так. Длина ковчега – 300 локтей, широта его – 50 локтей, а высота его – 30 локтей. «И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху, и дверь в ковчег сделай сбоку его, устрой в нем нижнее, второе и третье жилье». Большинство специалистов по древнееврейской культуре считают, что локоть соответствовал примерно 45 сантиметрам. Таким образом, ковчег был около 150 метров длиной, 25 метров шириной и 15 метров высотой. Некоторые представления о размерах этой огромной баржи можно получить путем сравнения с одноэтажным домом средней величины. Полагают, что Ноев ковчег был самым большим морским судном до конца 19 века, когда начали строить гигантские корабли из металла. Соотношение длины и ширины ковчега было 6 к 1, что обеспечивало отличную устойчивость во время волнения. Как утверждают современные кораблестроители, такое судно практически не переворачивается. Во всех отношениях он поразительно подходил для того, чтобы выдержать сильнейшие штормы во время потопа. Но был ли ковчег достаточно велик, чтобы вместить всех необходимых животных? Общая полезная площадь ковчега составляла примерно 100 тысяч квадратных футов, то есть больше, чем 20 стандартных баскетбольных площадок. Общий объем помещений на ковчеге составлял более 1 миллиона 518 тысяч кубических футов. Это равняется объему 569 современных вагонов для перевозки скота. Возникает вопрос, сколько сухопутных, дышащих воздухом животных могло бы уместиться на борту ковчега и пережить потоп? По словам Эрнста Мейера, ведущего американского зоолога-систематика, на земном шаре существует более миллиона различных видов животных. Однако большинство этих видов способно выжить в воде, не было необходимости брать их в ковчег. Ною не надо было беспокоиться о 21 тысяче видов рыб или 1700 оболочников или 600 иглокожих, включая морских звезд и морских ежей, или 107 тысячах видов моллюсков, таких как мидии, двухстворчатые ракушки, устрицы, или 10 тысячах кишечно-полосных, таких как кораллы и гидры, актинии и медузы, или 5 тысячах видов губок, или 30 тысячах простейших микроскопических существ, состоящих из единственной клетки. Кроме того, некоторые млекопитающие, это водные животные, например, киты, тюлени и морские свиньи. Можно не включать некоторых амфибий, некоторых рептилий, таких как морские черепахи, и аллигаторы. Более того, большое количество членистоногих, составляющих 838 тысяч видов, таких как омары, креветки, водяные блохи, крабы и раки, являются морскими животными. Насекомые из членистоногих, как правило, очень мелкие. Кроме того, большинство из 35 тысяч видов червей и большинство насекомых могли спастись и без ковчега. Доктор Моррис и доктор Уитком в своей классической работе «Потоп», согласно книге «Бытие», отмечают, что в ковчег можно было вместить не более 35 тысяч экземпляров животных. Но будем великодушными и добавим к этому некоторое количество вымерших животных, а затем еще какое-то количество для наиболее скептически настроенных. Представим, что на ковчеге было 50 тысяч животных. Конечно, не обязательно они были самыми крупными или старыми. Вспомните, что очень больших животных немного. Это динозавр, слон. Они могли быть представлены молодыми экземплярами. Если предположить, что среднее животное будет размером с овцу, и для сравнения взять железнодорожный вагон, можно увидеть, что в среднем в двухэтажный вагон вмещается 240 животных. Таким образом, три состава по 69 вагонов смогут вместить 50 тысяч животных, что займет лишь 37% ковчега. Останется еще место для 361 вагона, чтобы составить 5 поездов по 72 вагона каждый для продовольствия и багажа, а также семьи Ноя из восьми человек. В ковчеге было достаточно места. Самой серьезной проблемой было сооружение ковчега. Но в Библии говорится, что Ной построил его под водительством Бога, и у нас нет никаких оснований считать, что Ной не мог нанять рабочих себе в помощь. Еще одна грандиозная проблема, которую надо было решить, это отобрать представителей всех дышащих воздухом сухопутных животных и привезти их на борт ковчега. Однако в книге Бытие утверждается, что Бог собрал животных и привел их к Ною в ковчег пару за парой. Есть предположение, что в этом случае мог включиться миграционный инстинкт животных, или во всяком случае он мог усилиться. Мы также знаем, что у большинства животных есть способность чувствовать опасность и уходить в безопасное место. Многие считают, что самые большие трудности начались у Ноя на ковчеге. У него было только 8 человек, чтобы кормить и поить животных, проветривать и убирать этот огромный зверинец. Целых 371 день. Однако ряд ученых полагают, что животные могли впасть в своеобразную спячку. Утверждают, что практически все группы животных обладают, по крайней мере, потенциальной способностью впадать в спячку зимой или летом. Возможно, подобная способность в тот период проявилась сильнее обычного. Все функции организма животных снизились до минимума. Уход за такими животными был значительно легче. Теперь мы подходим к вопросу, откуда взялась вода. В книге Бытие написано «В 600-й год в жизни Ноевой, во второй месяц, в 17-й день месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь «Сорок дней и сорок ночей». Многие считают, что до потопа землю покрывал огромный прозрачный свод из тумана, который поместил на небо Бог на второй день сотворения мира, когда Он отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. Они полагают, что этот дождь, который шел сорок дней и сорок ночей, мог произойти только в результате разрушения туманного свода. С другой стороны, ученые утверждают, что если весь водяной пар и облака современной атмосферы выпадут на землю, дождь будет идти только короткое время и покроет землю слоем воды не более 5 сантиметров. Если туманный свод такой мощности существовал со второго дня сотворения мира до времени потопа, климатические условия тогда должны были в корне отличаться от сегодняшних. Когда в Библии упоминается эта эра, идет речь о природных явлениях, которых люди, жившие до потопа, никогда не видели. Многие считают, что одним из таких явлений, невиданных еще человеком, был проливной дождь. Ведь во второй главе Бытия говорится, пар поднимался с земли и орошал все лице земли. Возможно, подобные условия можно найти в некоторых наших зеленых районах на западном побережье, где растительность в основном увлажняется росой. Многие ученые придерживаются мнения, что туманная оболочка могла быть щитом, защищающим древний мир от той губительной радиации, которая проникает к нам сейчас из космоса. Это могло быть причиной большей продолжительности жизни обитателей земли до потопа. Более того, такая туманная оболочка вызывала парниковый эффект, следовательно, на всей планете температура была примерно одинаковой. Хорошо известны из исследований окаменелости, что тропические растения и животные раньше жили повсюду на земле, включая сегодняшние полярные районы. Лишь после того, как окна небесные отворились, и воды эти обрушились на землю, Библия дает описание могучих ветров, что может означать значительную разницу в температурах между экваториальными и полярными районами. В этих полярных районах, где когда-то было множество тропических животных и растений, внезапно стали скапливаться огромные массы снега и льда, что в результате вызвало великий ледниковый период после потопа. Но воды потопа обрушились не только с неба. Еще больше воды вылилось из огромных подземных резервуаров. Забили все источники из глубины земли. Поднялся уровень океана. Происходили чудовищные взрывы, выбрасывавшие в воздух огромное количество расплавленного камня и облака пары. Вода продолжала пребывать, и через шесть недель потоп достиг максимума. Вода покрыла горы, и такой уровень держался 110 дней. За это время от воды погибло все живое на континентах, кроме тех, которые были на ковчеге, особо отмеченные Божьей любовью и заботой. Заключительный эпизод истории о потопе описан в восьмой главе книги Бытие, где мы можем прочесть, что навел Бог ветер на землю. И воды остановились. И закрылись источники бездны и окна небесные. И перестал дождь с неба. Вода же постепенно возвращалась с земли. Одна из самых больших загадок для геологов образование бассейнов океана. Не менее загадочна и образование гор, о чем свидетельствуют многочисленные и постоянно изменяющиеся теории. Те, кто изучают геологию потопа, отмечают сверхъестественное происхождение гор, согласно 103-му псалму. Восходят горы, нисходят долины на место, которые ты назначил для них. Ты положил предел, которого они перейдут и не возвратятся покрыть землю. Таким образом, в Библии подразумевается, что в то время, как земля поднималась, чаши океанов опускались. Так как, убывая, вода обычно оставляет на берегах следы, подобные тем, что мы видим на берегах высохшего водоема, можно полагать, что такие же следы остались на побережьях континентов Земли. Именно это мы и находим на всех континентах. Такие древние следы от воды можно без труда различить даже вдоль Калифорнийского побережья, где потом были построены города. И мы наблюдаем аналогичный эффект террасы на берегах многих больших озер внутри континента, в которых осталась вода после потопа. Наши огромные запасы нефти, природного газа и угля называются ископаемыми видами топлива. Есть свидетельства, что это обугленные останки огромных масс растений и морских животных, вместе попавших в воду и затем внезапно оказавшихся погребенными под тоннами осадочных пород. Тысячи лет давления, теплового воздействия и химические реакции превратили эти захороненные останки в мощные угольные пласты и залежи сланцев, которые являются топливом для нашей современной экономики. Обнаруженные во многих районах мира доказательства говорят о том, что Земля была погублена в результате катастрофического наводнения. Однако окончательно нас убедил в реальности потопа текст Библии. Сам Иисус отзывался о потопе как о трагическом факте истории. Он произнес следующие удивительные слова. «Но как было во дни Ноя, так будет в пришествии Сына Человеческого». Он указал, что мир перед его вторым пришествием будет похож на тот, что был во времена Ноя. Действительно, если мы вновь обратимся к книге Бытие, главе 6, и прочитаем, что представлял собой мир до потопа, нам покажется, что мы читаем заголовки нынешних газет. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Земля растлилась пред лицом Божьим и наполнилась земля злодеяниями. В течение 120 лет Ной строил ковчег. И в течение всех этих лет Ной был Божьим проповедником праведной жизни. Он постоянно напоминал древнему миру, что он верит в истинность Божьих слов. Помните, что Бог, который сказал Ною, как выжить во время потопа, говорит и нам в Библии, в Слове Своем, как спастись от грядущего дня гнева через веру, живую веру, которая приводит к Богу послушанию. Ни один из нас целиком не соблюдает Его заповеди. Все мы грешники и заслуживаем Божьего наказания. Но на Голгофе, на кресте. Иисус Христос стал добровольной жертвой за грехи каждого человека. Сам Творец погиб за грехи сотворенного им человека. Иисус сказал, что тот, кто слышит Его Слово и верит тому, кто послал Его, будет жить вечно и не будет осужден. Тот прошел путь от смерти к жизни. Глубокая вера в Бога спасла Ноя. Она может спасти и вас. Именно вера заставила Ноя послушаться Бога и построить ковчег. Именно вера заставила Ноя и его семью войти в ковчег по повелению Божьему, когда еще не было никаких признаков дождя. Точно так же каждый из нас должен через веру отдать свою жизнь в руки Сына Божьего, Который умер на кресте, чтобы искупить наши грехи. Ною и его семье чтобы спастись надо было пройти через дверь в ковчег. Вам и вашей семье чтобы спастись тоже надо пройти через дверь спасения. Иисус сказал, что Он эта дверь, и всякий, кто войдет в нее, через Него будет спасен. Если сейчас вы далеки от Христа, помните, что Божье долготерпение ожидало во дни Ноя. Теперь Бог ждет вас, но помните, что Дух Божий всегда будет пребывать с человеком. Придет время, когда Бог закроет дверь спасения. Возможности спастись не будет. Не упустите сейчас эту возможность. Продолжение следует...